Для продвижения западной культуры в России был создан общественный театр. Вход был свободный, однако особой популярностью у публики он не пользовался, поэтому просуществовал недолго. Спустя время Пётр I издал новый указ для развлечения для дворянства – ассамблея. Предполагалось веселье – танцы, беседы, игры в шахматы и карты. Учащиеся 2-го Одинцовского лицея со сцены рассказывают своим ровесникам о Петре Великом, его биографии, внутренней политике, главных реформах. Мероприятие посвящено 350-летию со дня рождения Петра I и проходит в рамках 30-х международных рождественских образовательных чтений. Идейными вдохновителями стали учителя истории и общества знания, а активными участниками – ученики с 8 по 11 класс. История нашей земли русской, насчитывшая уже тысячелетнюю историю, она богата. Богата примерами, ну, всякого рода. Но, коли она стоит, то, следовательно, примеров великих, значимых в нашей истории больше. А кто же пишет историю? Пишут люди. Великие люди, которые наделены все одним святым понятием – любовью к Отечеству. Песни о родине, стихи о Петре, медиапрезентации, отрывки из фильмов, ассамблеи. Для зрителей подготовлена насыщенная программа. Десятикласснику Святославу Попову в театрализованной сценке досталась роль главного героя – Петра Великого. Ребята сами писали сценарий, придумывали композицию, репетировали всего пару недель. Святославу нравится участвовать в школьной жизни. Он собирается стать программистом, хотя с удовольствием выходит на сцену. Мне посоветовали, потому что сказали, что я довольно похож на Петра. Ну, я согласился, почему бы и нет. Для меня это великий человек. Его реформы, преобразования, они пошли на пользу стране. И как бы кто к нему ни относился, у меня только положительное чувство к нему. Представитель Одинцовского благочения дьякон Илья рассказал ребятам о литературном идеале эпохи Петра Первого, сравнив царя с Робинзоном Крузо. В целом, настрой встречи был очень духовным и патриотичным. Всем людям уделом умирать, а жизнь человека – мгновение. Но славная имя Петра вовек не предастся забвению.